Трагедия, разыгравшаяся недалеко от аэропорта Домодедово 11 февраля 1993 года, потрясла всю страну. В этот день автомобиль «Москвич», в котором находились серебряный призер Олимпиады 1992 года в Барселоне Эдуард Зиновко и семикратная чемпионка мира по гимнастике Оксана Костина, разбился в аварии. Зиновко, который вел машину, выжил, а его невеста скончалась в больнице от полученных травм. Родилась Оксана Костина в 1972 году в Иркутске. В секцию художественной гимнастики ее привели родители. В 1983 году Костина перешла к великой Ольге Буяновой, а через 6 лет стала третьей в многоборе на чемпионате СССР. Это была настоящая сенсация, ведь тогда в Красноярск приехали сильнейшие гимнастки страны. А у 17-летней Костины мало кто слышал. Как вспоминает тренер, «Сегодня я не представляю, что хоть одна моя гимнастка выдерживала такую нагрузку, как тогда Оксана. Мы делали от 24 до 48 очень качественных прогонов в день. Сохранилось 4 или 5 ее дневников, куда она очень аккуратно записывала отчеты по всем своим тренировкам и соревнованиям». Поразительно, но у них нет ни одного слова обвинения в адрес судей после неудачных соревнований или в мой адрес после тяжелых тренировок или конфликтов. Она всегда искала недостатки только все. Оксану включили в заявку на чемпионат мира 1989 года, где она вместе со Скалдиной и Тимошенко выиграла командный турнир. В упражнениях с мячом Оксана взяла серебро. Именно с турниров Сараева началась борьба за путевку в Олимпийскую Барселону. Девушки периодически сменяли друг друга на верхней ступеньке пьедестала. Правда, на крупных международных турнирах Оксане везло чуть меньше. В Олимпийском сезоне ситуация стала еще более запутанной. На чемпионате Европы каждая из гимнасток взяла по три золота, рассказывает тренер Ольга Буянова. В результате отбора Совет Федерации Художественной Гимнастики принимает решение. На Олимпийские игры 1992 года в Барселону едут Александр Тимошенко и Оксана Костина. Оксана была на пике формы, подошла к Олимпиаде с блестящими результатами. Летом 1992 года команда сборной СССР распадается. Формируется сборная стран СНГ. Все изменилось. Уже не было известно наверняка, кто поедет на Олимпийские игры, потому что все кандидатуры должны были утвердить министры спорта бывших союзных республик. В итоге Совет Министров утвердил кандидатуры двух украинских гимнасток Александра Тимошенко и Оксаны Скалдиной. Благодаря влиянию Альбины и Ирины Дерюгиной. Через три дня нам объявили, что мы должны покинуть Новогорск. Мы больше не являлись претендентами на участие в Олимпийских играх и не имели права там тренироваться и жить. Когда я сказала об этом Оксане, она побледнела, лицо у нее изменилось. Она недоумевала. Казалось, что с нами произошло что-то такое, что никак не могло произойти. Ошибка, нелепая случайность. Мы сочинили открытое письмо Борису Ельцу от имени Оксаны и моего. Принесли письмо в редакцию Комсомольской правды, оно было опубликовано. Так вся страна узнала о нашей проблеме. Все гудели и шумели, скандал был огромный. Я направилась к помощнику президента по спортивным вопросам Шамилю Торпищеву. Рассказала ему все. Он выслушал и включился в нашу борьбу. Его поддержка позволила нам остаться в Новогорске и продолжить тренировки. Но в зале для нас было выделено время только с 10 вечера до 5 утра. В другое время там занимались украинские гимнастки. Днем мы бегали по лесу, вечером проводили контрольные тренировки сами. Оксана была на высоте. Мы тренировались отчаянно. В поле, в лесу, в зале по ночам. Мы верили в справедливость. За нас болели миллионы людей и с нами был Шамиль Торпищев. В результате ему удалось возобновить это совещание руководителей министерств стран СНГ. Мы пришли туда с Оксаной вдвоем. Помню, как вышла на трибуну, рассказывала про соревнования, про отборы, про то, как Оксана заслужила это право. Потом выступала Дерюгина. Решение было принято в ее пользу. На Олимпиаду полетел тот состав, который утвердил первый совет министров СНГ. Но тренер Ольга Буянова продолжала бороться. Благодаря Торпищеву гимнастку и ее наставника включили в состав делегации в Барселону. Очередное совещание министров было собрано за день до начала соревнований. Вспоминает тренер. «Это было огромное испытание. Мне нужно было выступить перед всей этой публикой и доказать свою правоту. Решила, что буду приводить факты, от которых нельзя отвертеться». Чувство собственной правоты позволило сказать мне все спокойно и ровно. Я привела протоколы чемпионата Европы, где из 12 выходов Оксана получила 11 десяток. Привела результаты Кубка СССР, где она победила и в многоборье, и в финалах. Я сказала, что был Совет Федерации, на котором присутствовали знаменитые лучшие тренеры сборной Союза, заслуженные тренеры СССР и России. Они голосовали и вынесли компетентное решение об участии Костиной в Олимпиаде. А потом собрались министры спорта, которые занимаются руководством и не понимают специфики художественной гимнастики, и решили судьбу Оксаны, не будучи компетентными специалистами. Альбине Николаевне тоже дали слово. Она поклонилась всем министрам и сказала, Спасибо, что выбрали Оксану Скалдину. Она действительно достойна. За год до Олимпиады она стала абсолютной чемпионкой мира. Она привела все ее заслуги, которых действительно было немало. Этот молодой тренер, который выступал перед вами, оскорбила министров, заявив об их некомпетентности, считая это поведение неприличным. Суть ее речи сводилась к тому, что я дискредитировала министров, а она благодарна им за выдержку. Голосование состояло 7-6, один голос не в пользу Оксаны Костиной. После окончания Олимпиады, о которой она так долго мечтала, Костина заявила, что уходит из спорта, забросила тренировки и уехала в родной Иркутск. Помог исправить ситуацию пятиборец Эдуард Зиновка, с которым Костина познакомилась после Олимпиады в Барселоне. Во время перелета после Олимпиады Эдуард и Оксана познакомились, разговорились и подружились. В скором времени дружба переросла в роман. Зиновка и Костина были одной из самых красивых пар юного российского спорта. И дело постепенно шло к большой и яркой свадьбе. Молодой человек убедил Оксану послушать тренера остаться еще хотя бы на один турнир и уйти из спорта красиво. Этим турниром был чемпионат мира в Брюсселе. И в Бельгии девушка выступила блестяще. Впервые в истории художественной гимнастики одна спортсменка выиграла золото в многоборье и в упражнениях с каждым предметом. Зрители устроили Костиной овацию. Ей предложили принимать участие в различных коммерческих турнирах и шоу. Хотя девушке было всего 20 лет, она говорила, что хочет стать тренером и воспитывать новых чемпионов, а также мечтала о собственных детях. 11 февраля 1993 года недалеко от аэропорта Домодедова произошла страшная автокатастрофа. На скользкой дороге москвич вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. За рулем легкового автомобиля находился Зиновка, рядом с ним Костина. Юная гимнастка погибла сразу же, а последним воспоминанием пятибурца, прежде чем он потерял сознание, была его невеста, лежащая на снегу и истошный крик. Накройте ее чем-нибудь, ведь ей же холодно. Эдуард впоследствии так и не смог вспомнить, что случилось в тот момент на дороге. Он развеял слухи о том, что бурно отмечал победу на турнире в Австралии, откуда как раз и возвращался. По словам атлета, в последние 15 часов полета он не употребил ни капли спиртного. Машиной он управлял осторожно, понимая сложность дорожной ситуации, ехал со скоростью 60 км в час. Видимо, я попросту отвлекся, сделал вывод спортсмен. Зиновка лишился почки. После этого он ушел из спорта, занялся бизнесом, но потом опять вернулся. На играх в Атланте Зиновка только на самом финише споткнулся, упал и проиграл победу казаху Александру Порыгину. Эдуард Зиновка задумывался о том, чтобы продолжать спортивную карьеру до Сиднея. Рассчитывал на четверную медаль Олимпиады в составе команды, но не сложилось. Он не оставил спорт и пошел на работу в Федерацию современного пятиборья России, где сейчас является исполнительным директором. Все в порядке у Зиновки и в личной жизни. Его жена Ирина раньше была гимнасткой, а ныне хореограф. У призера Олимпиады растет дочь. Оксану Костину похоронили в родном Иркутске в свадебном платье, потому что она так и не успела выйти замуж. Сейчас в память о ней в Иркутске проводится турнир по художественной гимнастике. Искренне жаль, что родным и близким Оксане пришлось пережить такое горе. Субтитры создавал DimaTorzok